Приветики! Необычное у нас приветствие и начало влога. Сегодня мини-праздник у этой булочки, а значит праздник у нас месяц этой малышки. Месяц, как мы дважды родители. Я вышла на прогулку, и у меня еще есть три дела. Ну, они такие, конечно. Знаете, тот момент, когда ты говоришь, что пошла по делам. А твои дела – это занести старшему ребенку в садик курточку, потому что утром мы ее что-то очень легко одели. А сегодня 21 градус у нас. Видите, я в курточке. Точнее, в кофточке. И сегодня, кстати, бинг-кунг меня греет. Вот и сладко выгнулось. Случайные мимические сокращения. Я придумываю какие-то очень крутые ракурсы. Надеюсь, что вам нравится на самом деле. Просто некуда поставить камеру. Первое дело тем временем сделано, и я уже успела усомниться в его целесообразности, потому что вышло как-то солнце, как-то припекло. Я думаю, что она бы и так не заняла. Но ничего, вдруг там будет ветерок. Второе важное дело – это отдать мои кроссовки в химчистку. У меня мои любимые кроссовки, которым уже два года, и я им не изменяю. Я не могу найти лучше. Ничего. Я даже не хочу. Но их нужно периодически отдавать в химчистку, потому что там есть такая сетка, которая очень сильно забивается. Оно, кстати, забивается буквально за месяц. Но нет, это выглядит приемлемо еще месяц, например. Но так как я их ношу практически каждый день, или реально каждый день, меня видно? Да, меня видно. Надо вот так вот отдавать химчистку. Вот так как мы скоро улетаем, наше первое путешествие совместное с нашей компашкой, я очень рада, потому что мы прям засиделись, можно сказать, дома. Оно понятно. Третий триместр, как бы, был. Плюс пока малышка родилась. Вот эта вот обстановочка первое время. Но вот уже в конце августа свершится наше первое путешествие. Дорога-перехода, и меня отвлекает все девочки. Вот видите, какая ситуация. Так-то издалека может показаться, что это серый цвет, и это нормально. Но это все сетка, и это не серый цвет. Но я в целом, они немножечко подубиты уже. В общем, им нужна помощь. Такой милый молодой человек попался. Тут, получается, были ступеньки в эту химчистку. Я позвонила, сказала, я с колясочкой, мне не очень удобно. Пожалуйста, что-нибудь сделайте. Либо надо колясочку туда загрузить, будет вместе, либо просто я вам так передам кроссовки. И он их принял у меня вот так дистанционно. Вынес QR-код на оплату, как все удобно в современном мире. Так, и мое третье дело на прогулку я забыла, прикиньте. Ну, значит, там ничего важного. Скоро приедет торт для этой пирожники. Точнее, не для нее, а в честь нее. Есть будем мы. Такой бенто-тортик я заказала с Hello Kitty. Не знаю, насколько мне хватит каждый месяц заказывать. Евик придет из садика, будет у нас плюс один повод для радости. Нам достаем или тортик. Смотри, что написано. Булочки один месяц. И котик. Теперь я вас езжу всю эту часть, где котик нарисован. Вот так вот примерно я вас езжу. А распакуй. Двойной бант. Та-дам! Какая прелесть! Сейчас буду делать фотографию с Мирой. А это из чего? Тут вишня и шоколад. Ммм, прикольно. Мне нравится. Сочетаю. Мяу. Мяу. У нас было много попыток самых разных. Сейчас буду смотреть, что тут у нас получилось. Давай, зажигай. Раз, два, три. Раз, два, три. Плетаешь. Я могу как бы сейчас только сначала подойти. Я не хочу. Я в футболке пойду. Уйдите. Хорошо? Хорошо, ладно. 55? 54? Да, так-то. Ну вот, ты говоришь, ничего не меняется. Родилась 49. Ну вот где-то. 54? О, прикольно. Я нашла новую локацию для того, чтобы снимать какие-то разговорные кусочки для влогов. Это отражение в зеркале напротив наших минималистичных шкафов. И особенно под закатом. Солнышко. Прекрасно. Я хотела поделиться, как вообще для меня эмоционально прошел этот месяц. На самом деле, со вторым ребенком реально все уже намного спокойнее, все проще. Вот в самых мелочах и в глобальных вещах. Потому что ты все это уже проходил. Ты знаешь, с чем имеешь дело. Конечно, каждый ребенок уникальный и его развитие уникальное. Но все равно банально какие-то вещи от грудного вскармливания до цветения того же, которое появляется на коже у ребенка на второй-третьей неделе. Я помню, как с Евой все равно я не испугалась, но напряглась немножко. Что это такое? Я подумала, что я что-то съела не то. Когда у нее вот эти прыщики вышли, и я начала грешить на всякую фигню. Ну, типа там финики поела, наверное, на это. Или там помидор, наверное. Наверное, был прав врач, который пришел к нам на патронаже от государственной больницы, которая сказала, не ешьте ничего красного, зеленого, желтого, оранжевого. Что-то, короче, она перечислила все. Но у нас был нормальный педиатр, который сказала, все это фигня, и это не работает. Никто никогда зависимости такой не находил. И никакой диеты кормящей мамы не существует. За исключением конкретной ситуации, когда вы видите реакцию на кожных покровах вашего ребенка после определенной пищи. То есть, просто под наблюдением кожных покровов. Но именно вот эти такие высыпания гормональные, когда осыпает, получается, лицо, особенно по бокам, всю голову, чаще всего, на шею немножко переходит. Это цветение именно в этот период. Ну, это такие характерные высыпания. Я сразу, когда педиатр отправила фотографию, она говорит, раз, ламптесь, ничего не надо делать, никак обрабатывать. Не дай бог, наоборот, не надо мазать ничем. Просто дайте это спокойно пройти. Точно так же обычные ванны делать можно. Ну, то есть, принимать ванну, купать ребенка, да? Нужно, конечно же. Но не переусердствовать там никакой ромашкой, никакой марганцовкой. Ну, то есть, в этот раз, когда уже у Миры это цветение вышло, я такая, о, цветение. Ясно. То есть, вот в таких вещах ты меньше тратишь нервных клеточек своих. И больше кайфуешь, наверное, больше расслабляешься и больше наслаждаешься моментом. Вот все равно с Евой мне казалось, что я должна что-то там успеть, что-то там сделать. Я помню, как меня на самом деле раздражали люди, мамочки, в смысле другие, которые могли быть более продуктивными. Или они что-то там успевали делать. То есть, у меня какая-то внутренняя гонка все равно еще была. Сейчас мне вообще без разницы. Что-то я успела? Окей, успела. Что-то могу делегировать? Делегирую. Хочу спать, сплю с ребенком. Ну, плюс, конечно, я позаботилась о том, чтобы у нас были помощники. Ну, как, не я, мы в целом. От этого, конечно, быть проще. Потому что мне иногда пишут комментаторы, конечно, тебе понятно, тебе легко говорить. У тебя там есть, если что, няня на подмоге, мама может прийти, клининг вызываете. И я в этот момент ловлю такую нотку, как будто бы, знаете, типа тебе повезло. Но это не повезло. Это мы сделали так, чтобы так оно случилось. Поэтому я не понимаю, когда людей это раздражает, или они пытаются какой-то подвох найти, или убедить меня в чем-то, когда мы, на самом деле, своими руками, своими ногами пришли к тому, чтобы такие условия обеспечить себе и своим детям, чтобы у нас были помощники. Да, то есть мне вообще не стыдно признаться, что я чего-то там не успеваю, или того, что я что-то делегирую, или что какая-то, может быть, я плохая хозяйка, без проблем. Для кого-то я плохая хозяйка, плохая мать или жена. Но для себя я счастливый человек, в первую очередь. Ну, и живу по приоритетам. Я очень часто с вами в Телеграм общаюсь на какие-то такие душевные темы. Здесь оставлю QR-код, вы сможете перейти, потому что там проще как-то голосовыми поделиться в моменте, особенно когда мы гуляем в парке. У меня свободна рука, и я могу что-то рассказать интересненькое. Поэтому, если хотите больше душевных разговорчиков, пожалуйста, жду вас там. Я пошла гулять с Евой, Мира спит. И что хочу сказать, завтра у нас фотосессия первая. Я вообще без ожидания на самом деле, потому что это первая фотосессия с двумя детьми. И у Евы настроение всегда может поменяться в любой момент. Это как нажать на какую-то кнопку в моменте и такой, интересно, что ты вытворишь в этот раз. Главное, что будут просто кадры малышки, потому что запечатлеть вот этот период наброжденный очень хочется. Евочка, если согласится, я буду рада. Не согласится, окей. Но у нас будет такая домашняя съемка. Мы будем во всем белом, как мы запланировали. Белый бодик, белые ползунки у малышки. Я Еве подготовила 5 разных белых платьев, чтобы она выбрала, какое ей понравится. Но что-то мне подсказывает, когда я скажу, Ева выбирает из этих платьев, она скажет, нет, я хочу красное. Приветики. Сегодня суббота. Очень необычная суббота, я вам скажу. Потому что сегодня Денис предложил сделать для Евы день, когда все можно. Мы еще никогда так не делали. И не знаем, к чему это приведет. В общем, немножко введу в курс дела. Почему, что и как. На самом деле, после рождения мира, или даже так, правильно сказать, наверное, с перехода в ее кровать, в ее комнату. И вот до сейчас, а это получается 3 месяца, как, да, вот этот переход был, и плюс мира появилось. Что-то происходит. В общем, что-то у нее происходит, какие-то точно психологические моменты. Она проживает не критично, не так, что там она какую-то травму получает. Но, тем не менее, она может как-то обозвать, как-то для нее вообще не свойственно. То есть все этапы кризиса трех лет, которые мы, казалось бы, прошли, попрощались с ними, и она уже стала таким, знаете, взросленьким, маленьким, осознанным человечком, которым довольно-таки легко. Сейчас как будто все возвращается, и в какой-то такой форме уже более злой, что ли. Мы это видим так, что на нее навалились действительно два довольно стрессовых момента. Переход в ее кровать, что такая сепарация происходит, ну, довольно серьезная. Потому что если ты всю жизнь спишь с родителями, с мамой, чувствуешь тепло, любовь, то тут как бы на всю ночь ты оказываешься в своем пространстве. Ну, мы, кстати говоря, с этим уже, ну, не сдались, но, короче, Денис переехал в ее детскую. Я как-нибудь об этом подробнее расскажу. Мы, в общем, поняли, что мы реально что-то ломаем по ходу систему какую-то, ломаем, может быть, ее психику, ломаем нас самих, и так плавно и так мягко, как мы хотели, это уже не происходит. То есть мы суперплавно пытались, суперпоэтапно, но мы застряли на этапе, где Ева приходит за Денисом в нашу комнату, получается, по пять раз за ночь. Не она нормально не высыпается, не Денис нормально не высыпается, она более тревожная, и мы поняли, что мы что-то сейчас реально ломаем. Мы делаем, возможно, как надо, но не как получается и не как хочет наш ребенок, и это точно не манипуляция. Это не тот случай, когда она как бы видит вот эти вот границы нас и пытается проверить. Ну, ей это реально самой некомфортно, неудобно. Когда человек не высыпается и за девять часов сна или за десять часов сна ночи просыпается по пять-шесть раз, и мы еще не знаем, сколько она просыпается там и пытается уснуть. То есть она тоже пытается уснуть. В общем, поэтому мы решили сбавить обороты, просто расслабиться. Просто реально, особенно с появлением сейчас еще Миры. Если представить, как это выглядит со стороны Евы, мы тут типа такие втроем, да, с новым ребеночком, а она такая там одна. Окей, если бы для нее это тоже было окей. В плане, если бы мы видели, что она принимает этот переход и этот, ну, как бы такой плавный процесс, ее взросление хорошо, адекватно. То есть каждый ребенок ребенку рознь. Но мы видим, как ей нехорошо. Поэтому мы решили избавить обороты. И, короче, что за день Денис придумал? Все равно в каждой семье есть правила. Вот у нас, например, точно есть правила такие, что мы не едим сладкое, например, перед обычной едой. Я не против сладкого. Я не такой, как бы, человек, который ставит табу. Просто у нас особенное сладкое дома, кстати. Ну, реально, у нас нет там каких-то из белой муки печенья или там конфет обычных. У нас такого нет. Поэтому в целом я уже довольна этим сладким, которое я контролирую, да, какие-то печеньки с нормальным составом. Но, как и мы, придерживаемся такого правила, что после обычного, адекватного, полноценного ужина, обеда мы можем попить там чай с сладеньем. Так и это распространяется на Еву. Следующее правило, что мы каждый день чистим два раза зубы. Она понимает, что будет, если мы не будем этого делать, и мы в целом ей даем в этом плане свободу. Говорим, хочешь, не чисти? Просто потом, скорее всего, будет сложнее все это восстановить, потому что у Евы, например, уже было два кариса, она уже знает, что это такое ходить к стоматологу. Даже если сейчас офигенные стоматологи, все равно это такой процесс лишний раз ходить, лишний раз сидеть в кресле, открываешь рот, тебе что-то делают. Она понимает, что лучше дома почистить два раза спокойно. Но все равно, конечно, эмоционально у нее в какой-то момент бывает я ничего не хочу, я это не буду. Это я все долго так рассказываю, потому что сегодня тот день, когда можно все. То есть вот вообще все. Понятно то, что не делает больно другим людям. Ну, вы понимаете, да, в общем, в границах нормы. Например, сегодня мы вот сейчас с Мирой еще спали. Денис и Ева проснулись раньше, и она такая проснулась радостно. Говорит, сегодня можно все. А давай мультик прямо сейчас поставим. Они посмотрели мультик. При том, что она посмотрела, как мне уже Денис сейчас рассказал, намного меньше, чем она бы посмотрела, если бы, ну, это было такое долгожданное, да, дозволенное что-то. А тут так как легко можно, легко папа согласился, а мы с самого утра вообще никогда не смотрим мультики. Более того, мы никогда в будни вообще не смотрим мультики. Просмотр мультфильмов – это выходные, но все равно дозировано. А сегодня типа можно вообще бесконечно. Ну, короче, она смотрела не полдня, а 20 минут. И она говорит, пойдем гулять сразу. Так что с 7.30 утра папа с Евой уже на прогулке, а мы еще спим с пепешком. Ну, как бы так, она спит, я тут рядышком. Я даже еще не умылась, уже записываю вам кусочек для влога. Но надеюсь, вот чисто по моим ощущениям, что это... Что за ракурс странный? Что это должно расслабить ее психику, потому что все равно человек, когда получает свободу, чаще всего ему так много и не надо. Есть такой эффект киндеров, который мы с Денисом на себе проверили, заценили. Но я думаю, что в вашей жизни тоже были какие-то моменты такие, и вы тоже на себе это замечали. Я помню, когда мы с Денисом только начали жить вместе, он мне довольно редко дарил киндер. Ну, киндер-сюрприз. И для меня это было так ценно, для меня это было такое... Как будто, как бы, я не знаю, как ребенок радовалась. Конечно, каждый раз мы съедали. Я съедала целое яйцо, но могла с Денисом немножко поделиться со всеми. И тут он мне дарит на 21 год. Или это было 20, 20 лет мне было, 20 лет. Вот в этом же году, на этот же день, он мне сделал предложение. 20 лет, и он мне дарит большую коробку, как один из подарков, большая коробка с киндерами. 20 киндеров там было, типа 20 лет, 20 киндеров. Девочки, они у меня до Нового года пролежали. Штук 16, наверное, осталось от них. То есть от того, что у меня всегда дома была возможность съесть киндер, в любой момент мне внезапно и не захотелось так много киндеров. И вообще киндеров. И мы начали с Денисом называть это эффект киндера. Так действительно работает. Особенно, когда у тебя чего-то долго не было. Или ты там в детстве, например, чего-то недополучил. Тебе как будто хочется потом восполнить, восполнить. И когда оп, ты получаешь, ты понимаешь, каково это все это получать. Че становится так фиолетово на это? На самом деле в йоге даже есть такой принцип. В айраге называется непривязанность к вещам, к каким-то физическим, материальным благам. То есть тебе должно быть комфортно как с ними, так и без них. Потому что слишком ты уязвим, когда получаешь радость и счастье только от того, что что-то есть у тебя и чего-то нет. Чем-то ты обладаешь, чем-то не обладаешь. Ну, конечно, нам всем до этого как до неба в нашем-то потребительском мире. Но, тем не менее, вот этот день, мне кажется, он как будто как практика этого всего. То есть на день ты понимаешь, что тебе все можно. И, возможно, не так уж ценно, не так уж нужно добиваться этого. И, возможно, даже в обычные дни тоже привязанность к этим вещам. Там к сладкому, условно говоря, к мультикам. Я не знаю, что еще сегодня Геба придумает. И какие у него будут желания. Будет не такая сильная. А вообще, сегодня еще у нас фотосессия. Я вам говорила. Буквально через, кстати говоря, два часа нам нужно успеть поесть и меня привести в порядок. Кисулькин, доброе утро. Доброе утро, булочка. Доброе утро, Шанишка. Хочешь, что-то делаешь такое интересное? Давай тебя освобождать. Где там рука потерялась? Так серьезно смотрит в камеру. Вот такие сладкие пятикушины. Мы умылись, переоделись и выходим на завтрак. Мне очень интересно, что выберет Ева с учетом наших сегодняшних правил. Никаких правил. И надо будет бежать домой, меня красить. Я сама что-нибудь легонько все сделаю. И думаю, сделаю хвост. Я никогда не делала съемку с хвостом. У меня все время кудряшки. А тут я думаю, наоборот, сделать такой прямой пробор. Ну, по сути, как у меня сейчас, только нормально. И такой тугой хвост, зализанный. Маленькая оливушка. Ну что, мы готовы. Я сделала самый обычный макияж. Такой типа дневной. Нежненький такой, нюд. Бусинка тоже по всем белым. Но я думаю, что на часть съемки вообще ее раздеть, чтобы голышочком она была. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Короче, я какой-то чутка недоблогер, потому что вот я как утром сняла... Ну что, шапка, шапка на лицо прямо. Я как утром сняла кусочек про фотосессию. Все. На этом и закончила. На самом деле, сегодня классный выходной день. Я обожаю, когда так. Потому что мы вроде ничего особенного не делаем, но в этом и суть. Просто отдыхать, просто кайфовать. И мы поспали днем с девочками на одной кровати втроем. У Евы продолжается день без правил. День все можно. Ева уже, конечно же, поела мороженое. Посмотрела «Муану». Кстати, один мультфильм получается, но он большой. Но я люблю тоже сама его. Что еще из того, что она сильно захотела? Она сейчас катается на пони. У меня всегда это внутренний, на самом деле, такой раздрай. С одной стороны, мне очень жалко самих лошадок. Мне почему-то кажется, что им здесь не кайфово. Но с другой стороны, я разговаривала с одной девушкой, которая как раз занимается вот этим вот бизнесом. Она сказала, что лошадки в очень хороших условиях у них живут, что с ними там много гуляют, ла-ла-ла. Но все равно, конечно, это эксплуатация, так или иначе. Вот, например, в зоопарк мы не ходим никогда. Мне это как-то легко объяснить, потому что там действительно там медведь огромный, в такой малюсенькой клетке. Так, тут зайка моя уже ищет, ищет, что бы поесть. Начинает есть свой капюшон. Прерваюсь. Маленький боксер в этих перчатках. Он всегда напоминает боксера. Я обычно кормлю в парке, надевая milk snoot. И хожу в одежде для кормления, чтобы было удобно. Например, у меня здесь вот футболка под кофтой этой. Она с молниями. Я легко покормлю пирожка. Присяду сейчас на лапочку. Хотя она уже уснула, я смотрю. Короче, возвращаясь к вопросу о лошадях и зоопарках. Ева знает, что зоопарки это зло в целом. То есть да, там классно, там животные, там весело. Весело только человеку. Когда Ева однажды увидела медведя, огромного медведя, который так сидел, он еще такой грустный был. Мы ездили на какую-то базу. И там была на территории какая-то а-ля заповедная часть. Нифига это не заповедная. Это на самом деле реально просто зоопарк. Как-то получилось Еве донести, что вот этому медведю сейчас вообще не прикольно. А вот про этих лошадок так не скажешь. У нас с Денисом так, что я какой-то плохой полицейский. Денис такой, да ладно, давай прокатимся. Когда она еще прокатится? Ну как бы лошади не обязательно созданы для того, чтобы на них кататься. Просто, конечно, хочется. Смотришь, когда другие дети катаются. Еще они одеты, как единороги иногда. Маркетинговые ходы повсюду. О, реально что ли? Они вату делают, ё-моё. Мы никогда в жизни не покупаем вату. Никогда просто. Ну все, Ева, ты сегодня состоишь на 90% омутри. Да, из сахара. Надо же когда-то, да, Ева? Смотри, как... Привет. Ева, ну как тебе день, когда все можно? Лошадку сахарок звали садят. И мы после лошадки с сахарка сели настоящего сахарка. Мне так неудобно есть, потому что я сейчас мне не привыкла к мать и забыла, как есть надо. Не привыкла к мать. Смотри, самое удобное, вот как я, вот маленько, смотри, отрываешь так вот, смотри, и в рот. Тебе привезти салфетку? Смотри, смотри, так берешь, смотри, и в рот. И удобно. Можно маленько ее скомкать даже. Но когда она... Она становится твердая. Как здорово. Ты держишь, да, головушку? А ты умничка. И еще папку подденствую. Приветики, мы едем в Тагил. Едем в Тагил впервые за полгода, по-моему, потому что, когда у меня осталось уже большое животное, мне было сложно ездить. Хочу вам показать, как я остужаю кукурузу. Купили мы кукурузу, значит, горячую по пути. Вероятно, налетит на нее какая-нибудь пыль. Но Денис говорит, в воздухе есть воздух, поэтому ничего не налетит. Но мне кажется, что больше как будто мошек, не знаю, так как мы двигаемся, наверное, количество мошек и всякой пыли увеличивается. Но да ладно. Зато она остынет быстрее. Мы уже подъезжаем. Девочки наши, молодецчики, спят всю дорогу. Это 90% успеха любой поездки. Вообще в этом саду я, можно сказать, выросла отчасти. У меня там проходило мое каждое лето в детстве. И прям с ним на самые теплые воспоминания. Может быть, мы с вами где-нибудь там походим, если будет время. Хотя мы приезжаем всегда в Тагил на один день буквально. Даже на полдня, можно сказать, потому что там негде ночевать. Ну, только если нам в городе, в Тагиле, там снимать отель или что-то еще, ночевать. И на следующий день еще немножко видится. Ну, в общем, обычно мы приезжаем просто на день. Если будет ремечка, если мы там немножко погуляем, прогуляемся, я вам покажу свои места, силы детские. У нас такой маленький домик на самом деле. Очень маленький. Но я понимаю, что когда я жила там, когда я была сама маленькой, мне он не казался маленьким. Мне казалось, ну, только будет достаточно места для всего. Сейчас я осознаю, что там просто в одной комнате стоят три кровати, а эта комната, блин, пять квадратных метров. И я спала, получается, с бабушкой и с дедушкой в одной комнате. Такие приятные воспоминания на самом деле, когда ты просыпаешься, чувствуешь запах оладушек с кухней. И отправление сада, какое-нибудь объявление на весь сад. Типа, товарищи садоводы, к правлению сада приехала машина с молоком из Петрокаменска. И перечисление того, что есть творог, сметана. Офигеть, сейчас мы уже с двумя девочками приезжаем к бабушке. Бабушке у меня, кстати, 87 лет, и дедушке тоже 87 лет. Держится бодрячком в уме и в здравии. Дедушка вообще самый позитивный человек, которого я встречала. Уже все идет, тебе просто направлять надо. А, ты уже включила видео, да? Да, да. На какую ручку тебе удобнее? Наверное, на эту головку, только неловко тебе будет. Мне удобно. Ты малыша моя, сладкая. Довольно? Да. Давайте сразу на животик, да? Как хочешь, ты же держишь в колыбинку. Лови, 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 лови. Ловим, ловим. Вы уже пойманы. Да. Бажка такая. Дважды прабабушка. Дважды прабабушка, да. Не просто так. Почетное звание двойная прабабушка. Дважды. Звучит более солидно. Все снимаешь? Да, ваш процесс полностью. Лапонька. А что там? Это Ева. Место силы мое тоже. В детстве было. Ева так выросла. Ага. Особенно на контрасте. Вот как только родилась Мира, сразу по ощущению... Что она большая, правда? Да. Я здесь в детстве бросала тапки. У нас была супер игра с моей подругой. Тапки что ли? Да. Шлепки, сланцы мы бросали. Мы бросали их вот оттуда, Ева. Вот оттуда. Они не уплывали? И они проплывали внизу. Привет-привет. Опа-на. А теперь пошли на ощупь. А теперь пошли на ощупь. Да. А пошли ручкой. Ура. Ничего не вижу я иду. Ура. Ты мне говори, идем налево, идем направо. Вперед. 42 градуса жары. Что за теплица здесь, расскажи, пожалуйста. Давай, обзор теплицы. А вот и ашлы едят это. Кто? Ашлы. Вот это едят. Ослы? Угу. Почему тебя интересуют именно ослы? Да я хочу быть ослом. Осел, покажи, пожалуйста, вот эту теплицу. Что здесь растет? Помидоры. Вот смотри, мама, осел. Мама, ослиха. Мама, ослиха. Спасибо большое. Мама, ослиха, смотри. Это помидоры. Они еще изобрели в нашем бою. А где созрели? Покажи. Есть тут какой-нибудь созревший? Нет. А, вот он. Ммм, красотища. Я хотела показать, где наша баня. Вот это наша банька. Сюда я очень любила ходить. Здесь у нас такой предбанничек. И вот здесь, я помню, мы с бабушкой брали холодную воду из ковша. Сюда ее клали. И когда выходили из бани, а баня у нас была очень мощная, очень жаркая. Она, в общем-то, довольно большая. В детстве мне казалось, что она вообще огромная. И вот мы отсюда выходили. И здесь пили эту воду. Было очень кайфово. С веничками обязательно бабушка нас парила. Еще посмотрите, какие тут модные басалеты. Реально сейчас это тренд. Тут очень красивые цветочки. Это кружка. Вот она реально легендарная кружка. Меня переживет. Всех переживет вообще. Огурцы, которым пришлось не сладко. А, ну вот один растет. А с этим что такое? Он вообще какой-то огородный. Какой он? Вот, смотри. Смотри, какой малыш, Ева. Я сейчас сорву малыша. Малыша. Это огурец мира. Подожди, я его так сделаю. Я хочу есть. Давай. Малыш. Бабушка, расскажи мне, пожалуйста, секрет долголетия. Вы в здравом уме, в бодром духе. Есть тебе чем поделиться. Жизнь до жизни. Дедушка, ты тоже можешь отвечать. Давай. Я говорю, жажда жизни. Да? Жажда еще не все. Надо двигаться много. Много трудиться надо. Постоянно трудиться. И нервная система, чтобы была спокойна. Вот это очень-очень важный момент. Дедушка, под жаждой жизни что ты понимаешь? Это что значит? Что значит жажда жизни для тебя? Ну вот, в свое время так все было понятно. А сейчас, конечно, жажда жизни. Все время что-то надо, что-то делать. В свое время меня даже ругали. Ты обнаглел. Ползавода работает на твои идеи. То есть, вот, был молодой, были идеи. Одно притворяли. Появлялись новые идеи. Получается, некогда спать-то было. Получается... Ставался на работе ночевать даже, господи. Ну, один раз было. А вы так долго вместе. Расскажите секрет счастливых отношений. Ой, все было в жизни, Саша. Все было. Ну, вам же удалось это самое главное все сохранить. Это самое сложное. Столько лет. Да. Получается... Бабушка... 53 года? 54. 64. 64. Это вы сыграли уже... Нет, в декабре 64. Просто невероятно. Бабушка, она очень целеустремленный, терпеливый человек. Терпеливый? Тут надо восклицательный знак, да? Долго раз говорила, все, ухожу. Я говорю, куда ты пойдешь? До вечера. Когда я его оставлю? Господи, и так... Саша, не знаю даже, какой тут секрет. Никакого нет секрета. Ну, жили и жили, вот так и жили. Терпели, ценили. Но как человек, он золотой. О, дедушка у нас золотой. Никогда ни одним словом меня не обидел. Никогда ни в чем не упрекнул. Никогда. Наконец-наконец! Наконец-наконец! Наконец-наконец-наконец-наконец! Мы уже едем домой. Мне дали свеколку в дорогу. Время так быстро пролетело. Субтитры сделал DimaTorzok Соберва.